Здравствуйте, дорогие мои! Рад вас снова приветствовать на канале Заметки на Мизматах. В первых строках хочу выразить свою благодарность всем, кто меня поддержал в трудную минуту, друзьям, партнерам и просто знакомым. Особенно хочу выделить своего казахстанского друга и партнера Жангилди Султанова. А тема нашего сегодняшнего разговора — античные монеты. В студии Алексей Шлыков. Прошу вас, Алексей, здравствуйте. Здравствуйте, Сергей Юрьевич. Я думаю, что наш рассказ будет очень и очень занимательным и интересным. Поехали! Еще раз здравствуйте, дорогие друзья, наши уважаемые зрители, подписчики и гости канала. Мой сегодняшний рассказ пойдет об очень необычной, забавной, с одной стороны, и очень-очень древней монете и будет служить иллюстрации того, как религия меняла мировоззрение людей разных эпох, как мифические символы и изображения влияли на поведение и отношение людей к предмету, несущему на себе эти самые символы. Итак, перед нами монета, древняя монета, выпущенная между 294 и 288 годом до нашей эры. Тетрадрахма Деметрия Поляркета, правителя Македонии, сына Антиона Одноглазого, обожествленного афинянами Сатера Спасителя. Вообще, личность этого персонажа весьма и весьма интересна. И я уверен, что если вы после нашего выпуска заглянете в Википедию, дабы побольше узнать об этом правителе, то вас захватит и унесет в далекое прошлое тот водоворот событий, которым был причастен этот поистине выдающийся человек. И сериал «Игра престолов» вам покажется не игрой, а всего лишь игрушкой по сравнению с реальными событиями, происходившими тогда. К слову сказать, античные монеты тем интересны, что практически каждый правитель, изображенный на них, является собой предмет увлекательнейшего исторического повествования. Но вернемся к той, которая сейчас находится перед нашими глазами. Как мы видим, на Аверсе изображен сам Деметрий I в диадеме с рогами быка Посейдона, издревле считающегося символом мощи и силы. Гордый профиль императора, впрочем, как собственно и положено правителю, герою и легендарной личности. И если на портрете уже присутствует атрибутика морского божества, то на реверсе мы видим изображение самого Посейдона, бога морей и водной стихии, одной ногой попирающего скалу и держащий в руках трезубец жезл, способный по легендам и мифам вызывать штормы и буря. Что можно сказать? Для того времени это вполне обычная классическая монета. Одна сторона – лик правителя, другая – сюжет с одним из многочисленных богов пантеона. Но проходит какое-то время, да что уж там, проходят века, и вот представьте себе – дремучее темное средневековье. Некий счастливец находит древний клад, сердце его сжимается серебро. Вот повезло, а он жадно хватает первую попавшуюся монету, торопливо трет ее пальцами и вдруг с диким воплем отбрасывает ее в сторону, скакивает и убегает. Почему? Да потому, друзья, что мы с вами в средневековье, в христианском мире, где для каждого обывателя повсеместное зримое и незримое присутствие темных сил, чертей и демонов так же очевидно, как для нас сейчас наличие радиоволн, вай-фая в воздухе, и когда правоверный католик обнаруживает в своих руках монету, с которой на него смотрит сам рогатый сатана, а наобороте черт с силами, ну какую реакцию еще можно ожидать? Никакая жажда наживы, никакое желание разбогатеть не способны пересилить панический ужас перед силами тьмы. Замечаете, какая огромная разница в смыслах изображенного видится людям разных эпох? Сила и мощь императора, заручившегося помощью морской стихии, и, с другой стороны, в противовес темные силы зла. Менялась религия, менялась культура, менялись и ассоциации. А что же для нас с вами сейчас значит эта монета? Ну, маленький шедевр древности, дверь во времени, с помощью которой при должном наличии фантазии, конечно, можно перенестись в далекое античное прошлое. Этим нам и ценные монеты, этим нас и увлекает нумизматика. А на этом на сегодня все. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. До новых встреч! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!